18 жилых квартир за три года присвоили незаконным путем сотрудники городского Акимата. Обманывали хозяев участков, которые попадали под снос и выкупали их земли, а после получали заветные квадратные метры. Напомним, сейчас в Петропавловске ведется активная работа по сносу ветхого жилья. Какие улицы города примут новый облик и кто следит за процессом изъятия земель, расскажет Агири Муканова. Вот уже 4 года в областном центре ведется масштабная работа по обновлению архитектурного облика города. Сносят старые дома, на их месте возводят многоэтажки и социальные объекты. С начала этого года в Петропавловске изъяли 150 земельных участков. До конца текущего года предполагается изъятие в таких микрорайонах, как микрорайон Жасуркен для строительства домов в границах улиц Горького, Алтынсарина, Крылова, Порфирьево для строительства трех жилых домов на 404 квартиры. Следующие границы улиц Горького, Таштитово, Позолотино для строительства двух жилых домов на 144 квартиры. Парковое, Порфирьево, Ауэзово, Таштитово для строительства трех жилых домов или 280 квартир. На пересечении улиц Горького, Челюскина на месте ветхого частного сектора обустроят новый сквер на углу Сейфулина, Советской, построят школу на 900 мест. Для отслеживания деятельности по распределению благоустроенных квартир и возмещению населению компенсаций за изъятую недвижимость в Горакимате создали рабочую группу. Поскольку в Петропавловске были случаи, когда чиновники обманным путем получали квадратные метры в новостройках. Стоит отметить, что одним из примеров использования коррупционных рисков для совершения преступления был факт в отношении должностных лиц городского Акимата, которые путем обмана завладели жилым имуществом, земельным участком, который подлежал принудительному отчуждению. В последующем соучастники получили за один дом две квартиры. В ходе следствия было установлено, что должностное лицо отдела Акимата города в группе лиц завладело десятью домами. В итоге, в период с 2014 по 2017 годы сотрудники городского Акимата незаконным путем получили 18 новых квартир. Ущерб составил почти 214 миллионов сенье. После таких случаев зарегистрировано не было. Айгири Муканова, Новости МТРК.